Это правда, что женщины живут дольше мужчин? Не все, только вдовы. Коль, а Коль, ты зачем сына женишь? Он же у тебя балбес балбесом. Во-во, женить надо, пока глупый. А как поумнее, точно не захочет. Рассказал жене твой анекдот. Так она уже неделю со мной не разговаривает. Что делать-то теперь? Теща еще расскажи. Жена спрашивает мужа. Почему ты не носишь обручальное кольцо? В такую жару? Аркаша, вы волнуетесь меня видеть? Волнует Сонечка. Переживаю после разлуки. Себя не контролирую. Руки трясутся, сердце таки колотится. Полное ощущение, что встанет. Да? Вы мне льстите. Что плохого, если встанет? Да я таки за сердце. Судья спрашивает женщину. Изложите причины, побудившие вас на развод. Видите ли, мой муж ведет двойную жизнь. И ни одна из них в ней не нравится. Люська, помнишь, я тебе жаловалась, что у меня в гостиной розетка искрит. Так вот, вчера позвонила по объявлению муж на час. Прикинь, пришел небритый мужик. Включил спортивный канал, съел мой борщ и котлеты, бросил в раковину грязные носки, затащил меня в постель, а ровно через час собрался и ушел, даже не глянув на неисправную розетку. На мой упрек ответил, а что, как муж я свои обязанности выполнил, а розетку пускай электрики ремонтируют. Если гости долго не уходят, я достаю 12 огромных альбомов с семейными фотографиями. Обычно на втором альбоме люди начинают посматривать на часы, а на четвертом вдруг вспоминают, что надо покормить кошку, сделать детьми домашнее задание, да и вообще, завтра рано вставать. Летит баба-яга на метле, совершенно голая. Кощей увидел, удивился. Ты чего, старая, разделась догола? И вовсе не догола. Это на мне платье такое, эротическое вот. Ты это, ты бы его хоть погладила тогда.